Девушки отдыхают Молодец! Металлург – первый финалист Восточной конференции. Невероятное спасение от Бориса и несгибаемость Салавата. Кто же составит конкуренцию «Магнитке»? Евгений Кузнецов открыл свой заокеанский бомбардирский счет. Первым друга поздравил Овечкин. Магнитогорский «Металлург» стал первым финалистом Восточной конференции. В сухую обыграна Новосибирская Сибирь, но в этой серии счет ничего не говорит. Новосибирцы сражались в каждом матче, но каждый раз проигрывали с разницей в одну шайбу, причем дважды в овертайме. Такой результат сибиряки могут занести себе в актив. Впервые они прошли так далеко и на равных бились с настоящей машиной под руководством классного специалиста Майка Кинана. Последние два матча подопечные квартального играли дома при невероятной поддержке зрителей. Однако пока еще ни одна защитовка ХЛ не придумала, что делать с неутомимыми Мазякиным и Зариповым. На этот раз Зарипов счет открыл в этом матче, но Лекомцев довольно быстро его сравнял. После чего Мазякин оформил дубль. Сибирь сделала все, что могла. Угрышев подарил надежду зацепиться хотя бы за один матч, но везение было не на стороне хозяев. В середине второго периода в течение одной минуты сибиряки имели три отличных возможности поразить ворота, но два выхода один на один нейтрализовал Василий Кошечкин, а в третьем эпизоде голкипера постраховала штанга. Магнитка в финале Востока и теперь ждет соперника. Сегодняшний матч является яркой иллюстрацией того, как трудно даются победы в КХЛ. Мы очень рады победить в серии. Могу сказать, что каждый матч фактически шел до первой заброшенной шайбы. Сегодня нам повезло, что наши лучшие игроки показали отличный хоккей и обеспечили нам необходимый результат. Самое главное, что нам удалось выдержать тяжелый третий период и победить в матче. Что сказать? Что сказать? 0-4 это такой, знаете, не дали бы бой хорошему сопернику. Много появилось вопросов, действительно много вопросов. Лидеры Мэйк сказал, что у него сыграли здорово. К сожалению, наши лидеры в этой серии сыграли. Так помягче скажу, наверное, должны были сыграть намного лучше. Вот, ну, наверное, да не наверное, а скорее всего точно. Ну, ребята молодцы. Наверное, моя, наверное, скорее всего, персональная ответственность здесь за это, что как-то не донес, не сумел. Ну, урок, наверное, мне тоже, наверное, нашему тренерскому штабу надо учиться. На протяжении серии с Салаватом Юлаевым Борис доказывает, что не случайно играет в полуфинале конференции. Останется ребята с характером, что они и продемонстрировали в последнем матче. Два периода вратари Виталий Еремеев и Андрей Василевский держали свои ворота на замке. Первым дрогнул ветеран вратарского цеха. В самом начале третьего периода нападающий уфимцев Игорь Мирнов вывел свою команду вперед. Борис смог сравнять счет через 13 минут, но радость длилась недолго. Дмитрий Макаров снова выводит зеленых вперед. Казалось, Останинцев уже ничто не спасет от поражения, но на последней минуте гости устроили настоящий штурм ворот Василевского и своего добились. Дмитрий Упер за 10 секунд до финальной сирены переводит игру в обертайм. Однако Салават Юлаев в родных стенах не собирался отступать. В четвертом периоде уфимцы демонстрировали зрелищную игру, а победная шайба была забита в лучших традициях советского хоккея. Защитник Кирилл Кольцов ставит точку, Салават Юлаев в шаге от финала Востока. Сегодня на Западе пройдут пятые матчи 1-4 Кубка Гагарина. СКА примет локомотив, Лев сыграет с Донбассом. Оба матча вы увидите в прямом эфире каналов КХЛ-ТВ и КХЛ-ТВ-HD. В 19.20 начнется трансляция из Санкт-Петербурга, а в 21.50 прозвучит стартовый свисток в Братиславе. В обеих сериях счет пока равный 2-2. Президент Донбасса Борис Колесников обратился к КХЛ с просьбой провести шестой матч серии в Донецке. Колесников сослался на министра внутренних дел Украины, который дал личные гарантии безопасности. На имя вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Владимира Шалаева пришло официальное письмо из МВД Украины. Пока реакции со стороны КХЛ не последовало. А вот спортивный директор Лева Рашид Хабибуллин прокомментировал предложение президента Донбасса. На сегодняшний день на Украине сложилась определенная политическая ситуация. Нестабильная. Могут возникнуть беспорядки. Никто нам ничего не может гарантировать. Если бы речь шла лично обо мне, я бы поехал. Но когда мы говорим о команде, большой вопрос. Тем более есть официальное распоряжение чешского МИДа 12 марта воздержаться от поездок на Украину. Надо исходить из реальной ситуации. Поэтому наше мнение однозначное. Мы не желали бы ехать в Донецк. Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Владимир Шалаев станет президентом Авангарда. Об этом сообщил губернатор Омской области Виктор Назаров. Также губернатор поведал об изменениях и в составе совета директоров клуба. От региона в нем будет Евгений Шастин, который успел поиграть за Омский клуб. А вот с новым главным тренером пока определенности нет. Известно, что на пост наставника Авангарда претендуют два иностранца и один россиянин. В ближайшие 10 дней мы будем четко знать, кто из тренеров будет возглавлять наш Авангард, заявил Назаров. Среди кандидатов значится бывший тренер Ястребов, финский специалист Райма Суманин, который в свое время дошел с Авангардом до финала Кубка Гагарина. Вторым полуфиналистом плей-офф высшей хоккейной лиги вслед за сырой аркой стал Рубин. В пятом матче серии с Дизелем тюменцы порадовали домашние трибуны, уверенной победой, оформив себе путевку в следующую стадию турнира. С середины второго периода хозяева стали планомерно решать свою задачу и к началу третьего отрезка игры довели ее до логического завершения, сделал в счет 4-0. Гол престижа лишь подсластил пензенским хоккеистам горечь поражения. 4-1 Рубин. Обладатель Кубка Братья на двух последних сезонах Торос с титаническими усилиями продлил серию с Бураном. На своем льду нефтекамцы дожали воронежцев лишь на 90-й минуте встречи и сократили отставание в серии до минимума. 3-2 впереди пока Буран, и следующий матч команды проведут в Воронеже. Оба московских клуба с побед начали свои четвертьфинальные серии в плей-офф молодежной хоккейной лиги. Армейское дерби завершилось уверенной победой Красной Армии, хотя первыми счет открыли гости из Санкт-Петербурга. Артема Прохорова, оформившего дубль, и его партнеров пропущенная шайба из колеи не выбила. Москвичи выиграли 4-1 и готовятся к сегодняшнему второму эпизоду этого армейского сериала. МХК «Спартак» в «Сокольниках» принимал «Алмаз» и тоже не стал проявлять излишнего гостеприимства. По счету победа оказалась непростой, но по ходу матча «Красно-Белые» постоянно имели голевой гандикап, и самое большее, что позволили сделать череповчанам, это сократить отставание до минимума за две минуты до финальной сирены. Нападающий в Вашингтон Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелеса забросил свою первую шайбу в лиге. Причем россиянин сделал это как никогда вовремя. Вашингтон проигрывал 3-4, и Кузнецов спас команду от поражения в основное время, а ассистентом 92-го номера выступил сам Александр Овечник, который, кстати, в этом матче отметился дублем. Ове первым поздравил своего друга с исторической шайбой, правда, Вашингтону так и не удалось победить, столичные проиграли по булитам. Смотрите сегодня новый выпуск программы «Территория КХЛ плей-офф». Крупным планом спор Ярославля и Петербурга в Кубке Гагарина. Перед пятым матчем счет в серии сравнялся 2-2, но эти цифры не отражают того, что произошло на льду Ледового и Арены 2000. Об этом в 16.20 в проекте «Территория КХЛ плей-офф» на КХЛ-ТВ HD. Ярославские стены дали отпор одной столице, теперь им предстояло сдержать еще более отчаянный натиск другой. На город надвигается петербургская ледовая армада во главе с Ильей Ковальчуком. На этом наш выпуск завершен. Прощаюсь с вами до завтра. Будьте здоровы! АМЕДИЯ ПРЕМИУ ТЕЛЕКАНАЛ ЛУЧШИХ СЕРИАЛОВ